Я вам сейчас скажу, что объясню. Итак, мы с вами изучаем психику человека. Смотрите, есть два психических цилиндра. Один из них связан с поведением человека, внешним проявлением его, как он выглядит, как он себя ведёт. А второй связан с чертами характера. И мы сейчас говорим о силе в первом и во втором. Она противоположна у мужчин и женщин. В поведении у женщины очень мягкая психика, а в характере очень твёрдая. Так устроена женская психика. Женщина может подстроиться под любую ситуацию. Она на работу на одну пришла, так себя ведёт. На другую пришла, так себя ведёт. Меня как жена начала, она никогда английский не учила, она начала английские слова произносить, идеальный акцент. Как будто она в Англии жила пять лет. Я до сих пор не могу правильно сказать. У меня язык не поворачивается. Женщина сразу, у неё язык чётко на тот диалект, который нужен. У неё быстро. Она, допустим, пришла в какую-то фирму, она раз, и там прямо частью этой фирмы стала сразу. Она вливается в любую среду моментально. Женщина. Мужчина вливается очень сложно. То же самое в другую страну переехала, всё, она уже англичанка. Там она якутка, тут она англичанка. Очень быстро всё меняется. Мужчины, чтобы поменять мышление, поменять поведение в другой стране, в другой ситуации, нужны годы, чтобы вы знали. Итак, характер у женщины зарождается в результате воспитания и остаётся на всю жизнь практически неизменным. Она может менять, рихтовать его, как-то шлифовать, допустим, стать меньше обидчивой и так далее. Но в целом у неё есть фундамент определённый в характере, и он остаётся таким очень сильно. И если говорить о характере или о силе способности как бы отстаивать своё настроение, своё поведение, своё чувство, свои отношения, свои правила игры, будем так говорить, для женщины, а женщина в этом плане обладает колоссальной силой внутренней. А мужчина колоссальным желанием. Но сила очень маленькая. Ну, допустим, возьмём ситуацию. Идёт конфликт между мужчиной, женщиной, мужем, жена. Допустим, мужчина говорит, ну ты понимаешь, что ты вообще просто... Он очень сильно как бы на неё давит психически, нажимает. Она ему просто говорит, да ты сам такой. Ну, чуть-чуть прям вот так, чуть-чуть нажала, и у неё... То есть его уже сносит. Так, женщина, или нет? Да. Ну, то есть, ну, женщине не составляет никакого труда поддеть мужчину вообще. То есть у неё внутри вот эта сила характера настолько сильная, что ей спорить с мужчиной вообще без проблем. Она его поддевает вот так вот. Но поменять его образ жизни невозможно практически. Ну, то есть зацепить мужчину легко для женщины, а поменять его практически невозможно. Потому что там, где образ жизни находится и поведение мужчины, там находится броня. У него очень жёсткая как бы структура, связанная с его поведением, его способностью действовать, что-то делать, очень неизменная, как привычками, очень неизменная структура в психике, а связанная с характером, его структура очень мягкая, динамичная. Так, например, мужчина был гневливым. Прошло несколько лет, он перестал гневаться и стал смиренным вообще, стал совсем по-другому себя вести. Если захотел, понимаете? То есть если мужчина захочет, он может поменять свой характер. Но поведение, работу, взгляды, привычки поменять мужчине практически невозможно. Вот каким ты был, таким ты и остался в этом плане. Но поменять свой характер мужчине реально очень легко. Часто женщина, она говорит, мне характер этого человека не нравится. Это неправильное вообще мышление. Если вы видите, мужчина нужными делами занимается, у него правильная направленность в жизни. Это самое главное. А характер подрихтуется. У женщины внутренний цилиндр намного психически сильнее, и поэтому... Но она при этом внешне очень ведёт себя деликатно, чувствительно. И поэтому, допустим, возьмём... Семья создалась, да? Женщина такая очень скромная, такая деликатная, чувствительная. Она никого не трогает. Мужчина такая, типа, я вообще тут главный, командир. Всё. Вот такая ситуация, да? Теперь возьмём бабушку и дедушку. Дедушка такой зачуханный, такой... Никого не трогает, уже такой смиренный. Бабушка ходит такая, это здесь, это что такое вообще здесь происходит? Чувствуете, какие изменения произошли за 40 лет совместной жизни? Как вы думаете, почему? Потому что каждый человек, в конце концов, переходит на внутреннюю природу во время отношений. Женщина в семейной жизни господствует. Она обладает огромной силой в отношениях. А мужчина, наоборот, в семейной жизни слаб. Ну, реально слаб. Ему очень трудно господствовать. Поэтому рано или поздно у мужчины есть два варианта. Или сложить оружие и как бы подчиняться жене. Или второй вариант — сотрудничать. Жить в гармонии с ней. Вот второй вариант — это единственный, правильный. А первый вариант — это тот, который разрушает мужчину как Личность. Но, тем не менее, есть такая притча ведическая. Притчи всегда предназначены для того, чтобы понимать, как устроен мир. Они и глупы внешне, но они могут очень глубоко дать понимание вещей. Такая интересная притча. Один учитель, наставник поставил своих учеников перед собой, взрослых, уже семейных людей. И говорит, сделайте шаг вперёд те, кто в семейной жизни подчинены своей жене. И все сделали один шаг, кроме одного. И он подошёл к нему и говорит, что, ты правда как бы можешь управлять ситуацией в личной жизни? Прямо властелин своей судьбы в этом вопросе. И он говорит, вы знаете, учитель, просто моя жена попросила меня не унижать себя в присутствии своего учителя.